Блин, ребята, я вот стою и думаю, а может просто взять и забацать перестановку в своём доме? Ну, так скажем, освежить атмосферку. Многие говорят, что немножечко, но это всё-таки помогает. Тем более зима, скоро холодно будет, поэтому давайте я попробую вот сюда поставить печку, а верстак, кроватку и вот этот вот проигрыватель передвинуть куда-нибудь вот сюда. Но, блин, ребята, как бы я ни старался, получилось примерно одинаково. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант расположения предметов вам нравится больше. Прошлый, более привычный или вот такой вот новенький. Блин, всё равно, знаете, переставил пару блоков, а чувствую себя гораздо-гораздо интересней. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Носатый, а ты чего тут разлёгся? Земля-то уже холодная. Блин, Пиксель, всё так лень, вообще вставать не хочется. Да я это всё прекрасно понимаю, но ё-моё, ты хотя бы, я не знаю, на кровать бы пошёл прилёг. А то вот так вот среди белого дня взял и улёгся на грядках, а работать кто будет, житель? Да потом поработаю, Пиксель, сейчас реально очень лень. Ну смотри, носатый, самое главное, чтобы мэр тебе за это ничего не сделал. И там носатые разлеглись, что вообще происходит? У них тут флешмап какой-то начался, о котором я не знаю, э, жители, вы, вы что на земле валяетесь? Да мы что-то в мяч играли, а потом так устали. Лежим вот, небом любуемся, подай мячик, кстати. Мячик подать? Ну ладно, хорошо, давай подам мячик, мне в принципе не трудно, вот, держи, а для чего он тебе? А я потом в жителя брошу, когда, ой, руки поднять смогу. Ну обалдеть, конечно, вот это у вас веселье, чё за эпидемия лени, уже третий носатый, который, ё-моё, просто лежит и не встаёт никуда. Так, ребята, чё-то знаете, меня это даже немного пугать начинает, тут тоже на этой полянке абсолютно все валяются. Пиксель, ну говори потише, ну так хорошо было, птички поют, мы лежим, отдыхаем. Да я не понимаю, чё вы все разлеглись, может на небе что-то интересное, я не знаю, там какая-нибудь звезда падающая днём? Или облака какие-то красивые, форму какую-то необычную выстроились? Но как будто бы, ребята, вообще ничего не происходит, чё вы все разлеглись, блин? Так, ребята, короче, знаете, я прямо сейчас хочу сходить к мэру и попросить его разобраться в этой ситуации, потому что, извините меня, это выглядит как-то очень странно и пугающе. Мэр, ты-то куда? Я туда же, куда и остальные, Пиксель, я просто устал, сил ни на что нету, просто ужас. Да как это вообще возможно, носатый, давайте вставайте, ну ё-моё, это капец какой-то. Реально, ребята, абсолютно вся деревня житель, ё-моё, стала какими-то ленивыми. И мне кажется, что нам вместе с вами нужно брать эту ситуацию в свои руки. Нужно как-то растормошить носатых для того, чтобы они хотя бы немножечко начали двигаться, потому что это, если честно, капец какой-то. И кажется, ребята, у меня появилась одна очень интересная идея. Я знаю, как говорится, слабые стороны жителей. Абсолютно все носатые просто обожают Эмиральды, из-за них они готовы сделать всё, что угодно. И мне кажется, что если немножечко позолотить ручку, то они 100% станут чуть веселее, чуть бодрее и, наконец-таки, поднимутся с земли. Давай, носатый, если ты сейчас поднимешься, я в ту же секунду дам тебе целый один Эмиральд, понимаешь, как это серьёзно? Чтобы я за один изумруд с пола вставал? Не, Пиксель, точно нет. Обалдеть просто, житель, один изумруд, ты на грядках два получаешь. Ну хорошо, давай два изумруда, и я выполню за тебя работу. Нет, Пиксель, отстань, ну пожалуйста. Обалдеть просто, ребята, у меня прямо до речи потерялся, я реально такого не ожидал. Если бы я валялся вот так вот на земле и ленился, то за два изумруда я бы просто подлетел, блин. Значит, нужно найти какой-то другой способ их как-то растормощить, но, блин, мне для этого разрешения от Мэра нужно. Какое разрешение, Пиксель, делай что хочешь, на ближайшее время ты самый главный, поздравляю. Чё, прям серьёзно, самый главный, даже главнее тебя? Да, Пиксель, я тоже буду тебя слушаться, только отстань. Отлично, хорошо, мэр, большое тебе спасибо, вот тут, ребята, действительно уже, ну, так скажем, масштабы у меня пошире. И раз уж я самый главный в деревне, с чем я, кстати, себя поздравляю, у меня появилась очень интересная идея, поскольку носаты обожают не только изумруды, а, знаете, всякого рода там соревнования, какие-то конкурсы. Я прямо сейчас вместе с вами подготовлю небольшое состязание, ребята. Для этого мне нужно добыть немножечко дерева, для того, чтобы, знаете, скрафтить заборчики, территорию какую-то более-менее приятную организовать. И мы сделаем с вами максимально ленивое, но, как мне кажется, супер забавное и супер интересное состязание. Короче, вот в чём будет заключаться смысл. Тот, кто самый первый доползёт до финиша, получит эти пять изумрудов, но, как мне кажется, подниматься там на колени, хвататься друг за дружку руками. И вот тогда, ребята, они сто процентов не захотят ложиться обратно, потому что уже немного, знаете, взбодрятся, растормошатся, разыграются, разобщаются между собой. И мы победим вот эту вот дурацкую эпидемию. Ну, а я ещё и главным останусь. Сейчас самое главное организовать эти ленивые соревнования как можно, можно скорее. Блоки я уже все необходимые подготовил. В деревне есть вот такая вот более-менее ровная полянка. Нам лишь остаётся вот так вот её немножечко расчистить, ребята, скрафтить заборчики и начать тут всё быстренько выставлять. Ну что же, ребята, пару минут страданий и всё готово. Выглядит всё максимально просто, да на самом деле так и есть. Задача на сетах будет от самого начала и до самого конца доползти. Кто первый получает вот такие вот замечательные пять эмиральдов. А учитывая, что я главный, я могу на этот день ещё кого-нибудь освободить от работы. Освободить от работы? Давай меня! Да я, в принципе, не против, кузнец. Для этого нужно просто выиграть в небольшом испытании. О ком ещё таком испытании? Мне всё лень. Ну ты сам подумай, что тебе очень лень делать? Просто доползти первым до финиша или выполнять работу? Ой, ладно, доползу я до твоего финиша. Вот и замечательно, собираемся за моим домиком через несколько минут. Вот видите, ребята, я всё придумал. И учитывая, что кузнец согласился, мне кажется, остальные носатые будут тоже за. Носатые, если хочешь получить пять эмиральдов и освобождение от работы, жду тебя на полосе испытаний. Задача самым первым доползти до конца. А ты чё, реально от работы меня освободишь? Ну конечно, житель, конечно освобожу. Давай скорее подбегай туда, носатые жители! Все, кто хотят получить освобождение от работы, а также пять изумрудов, прошу всех доползти за мой домик. Там мы встречаемся всей деревней, и победитель будет только один. А может ты меня туда отнесёшь, Пиксель? А ещё чего, может тебе дома полы помыть? Давай вставай, морда носатая! Итак, не конкурс, а самый настоящий подарок. Делать практически ничего не надо, а призы, ну, довольно-таки весомые. Давайте, ребята, я быстренько пробегусь по деревне, и посмотрю, подтягиваются ли носатые. Вот тут уже нет никого. Сейчас я быстренько хочу заглянуть на грядочку, но там я тоже носатого не вижу. А кузнец, ребята, кузнец тоже куда-то пропал. Это значит, что они уже все... Да, ребята, да! Ждут меня на старте! Примерно так я себе это и представлял. Ё-моё, лежебоки, самые настоящие! Вы готовы? Да, готовы, ура! Настрой у вас, конечно, мягко говоря, так себе, но, возможно, ребята, если я как-нибудь, опачки, вот так вот понасыпаю тут немножечко изумрудов, их настроение станет гораздо-гораздо лучше. Задача простая, доползти самым первым, получить абсолютно все изумруды и освобождение от работы. Жители, давайте! Если готовы, начинайте! Движения, правда, никакого нету, но, блин, ребята, я надеюсь, что потихонечку, помаленечку они будут двигаться в сторону финиша. Несколько жителей, правда, до сих пор валяются, но мне кажется, что как только это соревнование закончится, эти оставшиеся ленивцы посмотрят, как остальным весело, и тоже начнут подниматься на ноги. В этом плане самое главное терпение и самое главное, ё-моё, уверенность в моей идее! Носатые потихоньку двигаются! Ой, что-то устал я ползти, пиксель, может, я уже выиграл? Нет-нет-нет, ещё никто не выиграл, вы даже до первого изумрудика не доползли! Давайте, жители, активнее, активнее, либо изумруды просто пропадут, блин! Офигеть, никогда бы не подумал, что их нужно будет так мотивировать! Ребята, если у вас есть какие-то догадки, почему вся деревня жителей сегодня в ленивцев превратилась, то обязательно прямо сейчас опускайтесь в комментарии под это видео и пишите ваши догадки, потому что у меня, если честно, вообще ноль подозрений! Так, если мне не кажется, то... Да, носатые немного двигаются, и даже самые дальние жители, самые ленивые, начали потихонечку шевелиться. Мэр, ну ё-моё, ты же должен подавать пример жителям! Отстань, пиксель, ты главный, всё, отстань! Да я помню, что я главный, но, блин, как-то хотелось бы, чтобы ты принимал в этом участие! Да ну нафиг, ё-моё, кузнец, ты чё реально поднялся на ноги? Ой, да, пиксель, для того, чтобы выиграть в этом соревновании! Это не честно, пиксель, мы не знали, что вставать можно! А я и не говорил, что вставать нельзя, я говорил, что доползти надо! А никаких других правил я не рассказывал, хотите, вставайте, хотите, бегите! Капец, просто зря мы, получается, поднялись на ноги! Да не зря, конечно, наконец-таки, ё-моё, прохлаждаться будете по деревне, а не ползать! Надеюсь, что и остальные жители сейчас станут, но раз уж так, если сегодня всем в деревне всё лень делать, я, как самый главный, могу разрешить вам не идти сегодня на работу! Ой, серьёзно? Блин, тогда прикольно! Ну вот, всё и замечательно! Блин, по ходу дела, жителям просто было лень сегодня выполнять работу, и они решили устроить что-то типа забастовки! Но, в любом случае, ребята, ваши комментарии, ваши догадки я жду в комментариях! А я сейчас за кадром постараюсь растормошить оставшихся жителей на сад и поднимайтесь! Работа сегодня отменяется! Чё, серьёзно? Ты не обманываешь? Не обманываю, конечно! Я самый главный и мэр это подтверждает! Короче, ребята, я думаю, что сейчас всё будет нормально! Я ещё вдоволь повеселюсь, но вы пока что не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик! Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока!